Пётр Ильич Стаховский 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 Через два часа я оказался на площади революции Королевский дворец помнит румынских монархов Затем отправился ко дворцу парламента Карта превратилась в ошмётки Люди вокруг выглядели открыто и дружелюбно Я старался выглядеть типичным туристом Погода была хорошая, пахло скошенной травой Я купил яблочный сок в мини-упаковке Понял, что ничего тут не знаю Я вспомнил, как мама в детстве Возила меня в заповедник с оленями И тогда я впервые почувствовал Что значит оказаться в совершенно незнакомом месте Я не понимал, где этот заповедник находится Ничего не знал о его размерах Не узнавал его запах Я не решался сделать шаг Превозмогая детское любопытство Мне казалось, я в космосе В безбрежном пространстве Где страшно ошибиться Одно неправильное движение Меня унесёт в космическую темноту И я никогда больше никого не увижу Никогда больше ничего не узнаю Похожее чувство накрыло меня Когда я, уставившись в карту Читал название улиц Выйдя на булеварду Лунири Я почувствовал себя лучше Тут по прямой до булеварду Либертати Действительно огромное здание Я достал айфон и открыл Википедию Дворец парламента Румынская палата Парламентулуи Знаменитый архитектурный памятник В столице Румынии и Бухаресте Построен во времена Социалистической республики Румыния Дворец считается крупнейшим в мире Гражданским административным зданием Крупнейшим зданием парламента Площадь 350 тысяч метров в квадрате Объем 2 миллиона 550 тысяч кубических метров Объем меня понять сложно Поэтому цифры не производят на меня никакого впечатления Само здание производит цифры, нет Я пытаюсь пересчитать ее на стандартные ванны Получается 8 тысяч ванн Мне кажется маловато Но вдруг я понимаю, что делил метры на литры Дальше Подземная часть дворца уходит в глубину на 92 метра 1100 комнат Строительство потребовало уничтожения Пятой части исторического центра города Было разрушено множество церквей На церквей полно где угодно Но мир почему-то от них не становится лучше Дальше 19 православных храмов 6 синагог 3 протестантских церкви Теперь пространство не кажется мне таким уж большим То, что я вижу, не стыкуется с тем, что я слышу Я не могу представить, как все это Разместилось на этой площади У меня в голове компьютерная игра Симуляция города Духовенство негодует Мой генерал людям нужной церкви Успокойте народ Подумайте о вечном Я Думаю о вечном Я думаю, что жутко расстроюсь Если они разрушат эти тонны мрамора И построят 19 православных храмов 6 синагог, 3 протестантских церкви Я плохой человек Я думаю о вечном И не верю в него Разве может быть что-то вечное в мире Где все можно восстановить Я обхожу дворец против часовой стрелки Булевардул Натиунили Юниты Ну, с этим все ясно Страда и Звор Переводчик поясняет Весенняя улица Калея 13 Септембрия Что у них тут произошло, интересно 13 сентября Я смотрю, кругом везде одни туристы Никто не похож на местного жителя Местного всегда легко отличить от туриста По глазам и походке Местные расслаблены Даже если у них полно проблем Они расслаблены относительно того Что их окружает Тут же все заинтересованы И почти никого, кто был бы один Туристы редко перемещаются в одиночку Если только они не я И они не я Читать о дворце Была ошибка И всегда интереснее узнавать подробности В живом разговоре Даже если он будет полон ошибок Лучше поправлять ошибки чтением энциклопедии Чем расположившись на местности Уткнуться в сухие цифры Избегая эмоции Сбивчивого рассказа Рассказчики делятся на О, это потрясающая история И я точно не помню Но Мне нравятся и те, и другие Тем более, что их можно чередовать У меня обычно получается С первого взгляда Понять, кого и о чем можно спрашивать Как далеко зайдет разговор Иногда я выбираю таких Что ответят не только на мой вопрос Но и добавят несколько фактов от себя Это выдает в них любовь к городу Этим Они похожи на туристов Приезжающих куда-нибудь во второй раз Во второй раз Чувствуешь себя своим Чуть выше тех, кто тут впервые И это очень легко объяснить Всему виной знания Человек начинает обладать информацией Которой пока нет у других У него есть опыт Который другим только предстоит пережить Знания Возвышают человека над теми Кто еще вчера был ему равен Если ты знаешь, куда идти Ты становишься главным Почему-то в других случаях Это Не работает Субтитры создавал DimaTorzok Я останавливаюсь и еще раз смотрю на дворец парламента Снизу вверх и справа налево Словно осенею его обратным крестом Не понимая в первую секунду Почему я обращаю на это внимание Крест есть крест, как его ни черти Но потом спохватываюсь и убеждаю себя В силе знаков Девятнадцать православных храмов Шесть синагог Три протестантских церкви Крест Будет напоминать о распятии Даже самому упертому атеисту Выросшему в христианском мире Как мне Уква С Всегда напоминает скрипичный ключ Я утыкаюсь в карту И решаю отправиться в парк Булливардал Либертати Приводит меня на набережную Слева мост Перехожу на ту сторону Дымбовицы Иду до Булливардал Регины Элизабета Догадываюсь, что Регина Это не имя, а титул Королеву Елизавету Я помню с юношеских занятий По истории музыки Она училась у Клары Шуман Но тут ее любят за другое Ее любят за то, что, став королевой Она постаралась стать для подданных Настоящей румынкой Хотя по рождению была немкой Быть немкой и Региной Это вообще естественно Сворачиваю направо Сад Кисмеги Очень много людей Озеро Лодки Иду прямо Вычитываю, что Кисмеги У с турецкого публичный фонтан Интересно С той стороны есть выход? Не возвращаться же Есть Снова раскрываю карту Страда Штирбей Вода Понятия не имею, что это значит Что-то с водой Вода бы не помешала Хочется есть И надо сделать перерыв Вхожу в ресторан Тут подают все Чулама, чорба, стуфат, мететея Беру мететея Только потому, что мне нравится название Рубленный фарш, чеснок, специи Оказалось не так много жира, как я думал Все равно выпиваю рюмку цуйки Довольно крепкого фруктового бренди Какой тут есть еще парк, кроме Кисмеги Поезжайте в Херострау? Это в честь Герострата? Нет, конечно А что? А бог его знает, смеется Ну, если честно, название происходит от румынского слова пилить Или, если совсем точно, лесопилка Там раньше их было очень много, очень давно Ну, или можете пойти в ботанический сад, совсем недалеко Спасибо Мелцумеск Ботанический сад, это интересно Но я поеду на лесопилку В парке Херострау я беру лодку Грибу до середины озера и сушу весла Я устраиваюсь полулежа и смотрю на небо Лодка слегка покачивается на волнах Я ловлю себе на мысли, что надо избежать этой фразы Если захочу написать об этом в дневнике Но лодка все равно покачивается на волнах Слегка Пока не ударяется носом А, и Мепара Фуартырау На другой лодке, столкнувшейся с моей, сидит женщина Весьма преклонного возраста Это не мешает ей уверенно держать весла Извините, я не говорю по-румынски Я пытаюсь понять, кто виноват в столкновении Это легкий толчок, но все равно неудобно Пожалуй, мне не стоило пускать свое судно на самотек Странную вещь творит возраст Если бы на ее месте был мой ровесник Или, например, просто человек более сильный Во мне, скорее всего, ничего бы не шелохнулось Но передо мной очень пожилая женщина Сколько ей? 75? 77? И я знаю, что налети она на меня Со всей скоростью И потопи лодку Я все равно чувствовал бы свою вину Не говорите по-румынски Она с легкостью переходит на английский О, это пустяки Мне кажется, я чем старше становлюсь Тем все хуже говорю по-румынски Во всяком случае, молодое поколение С трудом понимает меня А я не всегда понимаю его Я начинаю замечать, что люди Прекрасно себя чувствую Спасибо Вы простите меня, что я устроила эту баталию? Да нет, что вы это Вы меня простите Мне следовало бы Быть менее мечтательным А вы мечтательны? Обычно нет, но с каждым может случиться Да Исключение это то, что делает нашу жизнь Хоть немного непредсказуемой Особенно если давно кажется Что все разложено по полкам Я когда-то мечтала самозабвенно Целыми днями предавалась фантазиям Да и сейчас иногда нападает Правда, чем дальше, тем больше я мечтаю о том Что уже было Осталось позади Все меньше хочется нового Все больше хочется повторений Впрочем, это вопрос В котором я не могу найти согласие Даже сама с собой Что уж говорить о других Так что мечтайте, сколько вздумается Мечтайте о самых фантастических вещах Должно же в нашей жизни быть Что-то безграничное Впрочем, что я несу С вами-то все в порядке? Не ушиблись? Все нормально, сказал я Это было немного неожиданно Но хорошо, что вы не пират Она рассмеялась Да, но пирата я точно не тяну Разве что на его болтливого попугая А знаете что? Она лихо развернула лодку Не сочтите за флирт, но Раз уж я на вас налетела Может, вы составите мне компанию за чаем Догоняйте И подмигнув, она устремилась в сторону пристани Не могу сказать, что я не встречал в жизни Придких старушек, но скорость, с которой удалялась Лодка моей случайной знакомой Удивляла Да и старушка ее называть не хотелось Опустив весло в воду, я последовал за ней Через двадцать минут мы уже сидели В одном из многочисленных ближайших ресторанчиков Словно бабушка и внук, вышедшие на прогулку Вы так лихо управляетесь с лодкой Сказал я, тут же поняв многозначительность фразы Хорошо, что мы не на море, правда? Да, но вообще это превращается в привычку Я каждый год с кем-нибудь вот так знакомлюсь В прошлом году сбила человека на лыжах На водных? Нет, на обычных, для снега Вы еще и на лыжах катаетесь? Раньше я могла позволить себе больше, но теперь я катаюсь Только в трех случаях На лодке, на лыжах и на автомобиле Разумеется, за рулем Никогда еще я так сильно не хотел спросить человека, сколько ему лет Хотя привязка к возрасту не всегда казалась отвратительной Предрассудочной Меня удивляли друзья, отказывавшиеся вступать в отношения с двадцатилетними парнями Они говорили, восемь лет разницы слишком много У двадцатилетних в голове еще ничего нет И в большинстве случаев вряд ли будет, а самомнение на миллион И удивляли девушки, сплетничающие о подруге Заведший роман с мужчиной на тридцать лет старше Даже если у вас будут дети Он же не доживет до их совершеннолетия Это если вообще будут дети И ему своих двоих наверняка достаточно И удивляли приятели-бизнесмены Уверяющие, что для такой работы Двадцать пять это слишком мало Пусть опыта наберется А тридцать уже много В этом возрасте человека не переучишь Для меня Возраст был просто цифрой Если только речь не шла о сексуальном интересе Но и это скорее для статистики В свои двадцать восемь я уже убедился, что сорокалетние В общем ничем не отличаются от двадцатилетних Разве что у последних еще есть хоть какие-нибудь устремления Шанс не разбазарить время по пустякам А вы? Вы часто заводите новых друзей? Спросила она И я вдруг заметил разницу в наших позах Именно с этой целью я отправился в путешествие Я сидел, прислонившись к спинке кресла Она совершенно ровно держа позвоночник Социальные травмы Кризис интереса А может синдром Аспергера Понимаю Я была учителем Потом в университете преподавала Сколько этих травм прошло перед моими глазами Война, социализм, революция А знаете, я поняла, что сама революция Не так важна, как выход из нее Что будет после? Да, что будет после Когда все уже свершилось Мне революция напоминает дни рождения Особенно в детстве С ожиданием праздника, надеждами С составлением списка гостей И выбором праздничного торта И, конечно, подарки Самое главное, чтобы подарили все, что загадано А потом сам праздник Приходят гости Взрослые пьют шампанское Детям лимонад и вкусные пирожные Самые-самые вкусные пирожные Она мечтательно причмокнула Подарки в красивой упаковке Улыбки, счастье И вот это ощущение Совершенно детское ощущение Радости от того, что стал на год взрослей Что уже не семь, а восемь Я подлил нам чаю Глядя ей в глаза Боясь даже на секунду потерять внимание Она продолжала А потом, как вы сами понимаете Наступает утро Гости разошлись Посуда перемыта Подарки Нашли свое место И наступает разочарование Или точнее Как это Опустошенность Легкая детская опустошенность Которую сам в своем детстве Объяснить не можешь А только знаешь, что до следующего Дня рождения Целый год И как-то надо С этим жить Рано или поздно Приходится смириться Да Закажем пирожных Я согласился А вы отмечаете Дни рождения? Спросила она Свои Ну, чужие приходится Конечно, свои У меня тот случай Когда свои тоже приходятся Мои друзья Или То, что от них осталось Коротко говоря Люди, считающие себя Моими друзьями Уверяют, что это Не мой праздник Они говорят, что это Их праздник И я должен принять В нем участие И я всегда удивляюсь Как им каждый год Удается меня уговорить Я снова подлил чаю И решил дерзнуть А вы отмечаете О, еще как Наступает момент Когда возрастом Можно гордиться И дни рождения Превращаются в зарубки На дереве Или В отметке роста В проеме дверей Только в обратную сторону Вы Сказали, что Преподавали А что именно? Музыку Английский язык Историю Так много сразу А почему Перестали Вы же В прекрасной форме Я обрадовался Что наконец-то Смог сделать Комплимент Который совершенно Точно был уместен И не выглядел Наигранным Любую лесть Она тут же Раскусит С чего Вы решили Что я перестал Я отдаю Этому меньше Времени Но мои настоящие Ученики Не жалуются Наоборот С учетом Изменчивости Взглядов На исторический Процесс И трансформации Происходящих В языке Уж простите За сухость Фразы Мне приходится Постоянно Чему-то учиться Одна музыка Вечна Вот же он Прекрасный момент Постойте Я принял Ту же позу Что и она Последний раз Моя спина Был такой ровной Когда я играл В Москве Фадзи Из минорный Концерт Скрябина Постойте Повторил я Вас же Мне Бог Послал В каком Смысле Полушутя Спросила она Вы же знаете Что такое 13 сентября Как историческая Дата Как название Улицы Около Дворца Парламента Ох В классической Литературе Это называлось Бы Всплеснуло Руками Вы знаете Что-нибудь О румынской Революции 1848 Года Только О французской Тогда Революции Прошли По всей Европе Разумеется За исключением Скандинавских Стран Швейцарии Нидерландов И Великобритании Румынии Тогда еще не было Государство Образовано В 1877 Году А за 30 лет До этого Тут располагались Дунайские Княжества Молдавия Валахия Добруджа Трансильвания Хотя Трансильвания Это отдельное Дело Почитайте О нем Обязательно На досуге Спасибо Непременно Почитаю И что Революция Революция 1848 Года Это по сути Первый большой шаг К будущему Объединению Княжеств В единое государство Она разумеется Была подавлена Но В истории Остались даты Которые не стыдно Положить В основании Улиц Бухарест Как вам известно Это Валахия 13 сентября Состоялась Последняя битва Валашской революции Она Она сделала Паузу Внимательно На меня Посмотрела Вам Правда Интересно Очень Я полдня Думаю Про эту улицу 13 сентября Мой день рождения Вот Тогда Вам и правда Меня Бог Постал Если хотите Могу рассказать Это довольно Быстрая история Если Без подробностей Не сочтите За труд Все это Происходит В районе Холма Дял Спирий То есть Там где Сейчас расположена Улица 13 сентября Это не случайно Там Были сосредоточены Пехотные батальоны Полковника Голес И Майора Грициану Плюс Рота пожарных Войск Под командованием Капитана Павла Загенеску Извините А за что вообще Выступали Революционеры В целом Как и везде Революции Носили освободительный характер В Аллахе Как и Молдаве А тогда Это же части Османской империи Революционеры Хотели Если не Независимости То по крайней мере Автономии В составе империи Что Подразумевало Национальную гвардию Отмену титулов Равенство всех Перед законом Выборы в учредительное Собрание Выборы президента Ну и свободу слова Обычное дело Не получилось Ну как сказать Кое-чего удалось добиться В июне Князю Бибеску Была представлена Прокламация С требованиями Люди подошли К дворцу Совершенно свободно Ни войска Ни полиция Им не мешали Князь согласился С требованиями А через несколько дней В конец Отрекся от престола Уже 14 июня Временное правительство Издало первые декреты Отменявшие Сословные чины И цензура Но главным для нас Является декрет О создании Национальной гвардии Состоящей из добровольцев Или попросту Вольных наемников Вы извините Я Очень сокращаю Чтобы не потеряться В подробностях Потом Потом буквально В течение Нескольких дней Власть Переходила Из рук в руки Сначала Бояре Арестовали Временное правительство И без помощи Некоторых офицеров Но правда Тут же Последовало Городское восстание И Временное правительство Вернуло себе Полномочия Опять же Опрос веры Вера тут Причем Вы понимаете Валашские Революционеры Очень хотели Рассурить Османскую И Российскую Империи Для чего Чтобы они Стали выяснять Отношения Между собой Приотпустив Поводье В Европе На этом фоне Можно было Попробовать Обрести Полную независимость Не получилось Спросил я снова Совершенно точно Не получилось Ни те Ни другие Вообще Не захотели Вмешиваться В валашские дела Россия Не собиралась Становиться Угнетателем Православных братьев А Турция Ждала Когда в Валахе Окончательно Свергнут Местную монархию Чтобы спокойно Ее заменить Своей Поэтому В конце концов Султан Отправил В Валахию Войска Как ни крути А это Часть империи В ответ Прозвучали призывы К вооруженному Сопротивлению И Вот Тут Начинается Главное 13 Сентября 1848 Года Состоялось Ключевое Сражение Войск Султана Валахских Революционеров Столкновение Можно было Избежать Но Как часто Бывает В дело Вмешался Случай Войны Никто Не хотел Никто Не хотел Смерти Командующий Османскими Войсками Керим Паша Как утверждают Историки Восхищенный Мужеством Румынских Солдат Приказал Вывести Войска Из города Чтобы попытаться Решить дело Путем Переговоров Есть известная фраза Раду-Голеску Полковника О том Что солдат Только тогда Счастлив Когда умирает С оружием В руках Ну и вот Представьте себе Картину Солдаты Керим Паши Маршируют Вон Из Бухареста Проходят Мимо Пожарных Расчетов И тут Локоть Одного Румынского Прапорщика Касается Локтя Одного Турецкого Наводчика Совершенно Непонятно Кто виноват Да и Какая разница Уже Кто виноват Два Молодых Человека Проникнутые Ненавистью Друг Другу Измученные Уставшие Безмозглые Адреналин Скачет Встречаются Локтями И все Локтями И все Вход Пошли Мечи Пистолеты Османские Войска Атакуют Пожарную Дивизию Которая Как принято Говорить Оказала Героическое Сопротивление Но конечно Не могла Противостоять Целой армии После жестокого Сражения Длившегося Более Четырех Часов Румынские Войска Были Разгромлены Турки Турки Захватили Бухарест Для Целой Страны С тех пор 13 сентября В Румынии Отмечают День Пожарных А я Теперь Буду Помнить И про Ваш День Рождения Давайте Возьмем Еще Чаю Или Вы Торопитесь Нет Я Не Тороплюсь Я Уезжаю Завтра Возьмем Еще Чаю Я Подозвал Официанта И не устоял Перед Предложенными Пирожными Куда Направитесь Спросила Моя Случайная Знакомая В В Венгрию О Это Прекрасная Страна Она Мечтательно Улыбнулась Будапешт Просто Сокровище Давно Там Не Была А Что Может Махнуть С вами Я Замер С чайником В руке Да Бросьте Я Шучу Она Рассмеялась Нет Если Хотите Я Буду Только Рад Вашей Компании Но Вас Беспокоит Мой Возраст Признайтесь Я был Вынужден Согласиться Я Отлично Осознавал Всю прелесть Подобного Путешествия Но Старый Человек Есть Старый Человек Меня Не смущало Как мы Будем Выглядеть Со стороны В этом Как раз Были Одни Преимущества Меня Волновало Что Что-нибудь Может Случиться Что-нибудь Непредвиденное С чем Я не смогу Справиться Вот Видите Сказала Она Возраст Все-таки Имеет Значение Если Бы Мне Ваши Годы Пришлось Куда-то Ехать С Полусумасшедшей Пусть Недурно Выглядящей Старухой Я бы До смерти Перепугалась Я бы Только и Думала О том Как бы Она Случайно Не умерла На моих Руках И Вы Подумали О том же Но нет Же Я пытался Сопротивляться Да и Какая Вы Старуха Самая Настоящая Впервые За все Время В ее Голосе Проскользнула Грусть Самая Настоящая Румынская Старуха Не надо Льстивых Слов Противоречий Я убеждена Вы на них Способны Но знаете Какое Самое Большое Открытие Я сделала В жизни Она Вопросительно Замолчала Но я Понимал Что Эта Необходимая Пауза Не предполагает Моего Ответа Я Всю жизнь Боялась Смерти Я думала Что чем Старше Буду Тем сильнее Начну Бояться Это Она Она Снова Замолчала На этот Раз Я Решил Ее Прервать А Это Не Одно И Тоже Неизвестность Это Небытие Вы Не Знаете Что С вами Будет После Смерти Или Боитесь Что Будет Что Что-то Нехорошее Допустим Ад Или Вообще Ничего Не Будет Или Вообще Ничего Что Для Многих Счастье Которое Они Не Способны Понять А Незнание Незнание Это Невозможность Получить Информацию Сегодня Каждый День Вы Получаете Информацию Вы Узнаете Каким Становится Мир Это Можно Сравнить С Длинным Сериалом Первый Случай Неизвестность Если Сериал Вдруг Перестает Выходить Финансирование Кончилось Или Что еще А второй Случай Незнание Если Вы Умираете Раньше Чем Сериал Закончился Конец Наступает В обоих Случаях Но Согласитесь Есть Разница И Теперь Самое Главное Она Она Сделала Глоток Чая И Подняв Тонкой Вилкой Последний Кусочек Медового Пирожного Катаиф Отправила Его В рот Господи Да чего Вкусно Никогда Не отказывайте Себе В маленьких Удовольствиях Лишать Себя Радости Значит Заблуждаться Буду Стараться Заверил Я Собственно В заблуждениях И кроется Самое Главное Продолжила Она Люди Заблуждаются Столь же Бесконечно Сколь И Безосновательно Они Заблуждаются В том Что получают Информацию Заблуждаются В том Что информация Для них Важна Заблуждаются Заблуждаются В том Что мир Вообще Продолжает Существовать После их Смерти Люди Живут Чтобы Хоть что Нибудь Узнавать Каждый День И Ничего Не Хотят Знать Я Прожила 91 Год И Перестала Бояться Смерти Поняв Что я Ни черта Не знаю И Ни черта Не узнаю Вся Жизнь Как Один День Рождения А Потом Наступает Утро День Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Jetzt hat der Spaß ein End» «Wenn du meine Mutter Hexen könnt» «Wenn meine Mutter Hexen könnt» Пётр Ильич Стаховский «Чистая правда» Поделюсь некоторыми соображениями по части академической музыки, которая используется в кинематографе. Будет, конечно, чтение, ну и какие-нибудь еще чудеса. Пару слов по поводу объекта 22. Еще раз, поскольку вопросы приходят с сентября, пока мы на каникулах, с сентября планируется возобновление всего этого дела, но зато пока можно воспользоваться подкастами и освежить в памяти и литературные нобели, и философию, и мозг, и там много всего разного. Есть это и в подкастах в iTunes, и на сайте radiomag.ru, и на платформе Android, в общем, тоже, мне кажется, найти достаточно легко. Оставлю вам напоследок четвертую симфонию Мендельсона в финал, ну так, чтобы было повеселее. Я Евгений Стаховский, и это все. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА